Ничего лишнего Да, это действительно хорошо А тебе, как и многим нашим согражданам, можно сказать, повезло Есть и крыша над головой, и ужин в кругу семьи Но есть и те, кто прямо сейчас в надежде на горячий этот самый ужин Направляется в сторону автовокзала, где можно получить бесплатную еду Ровно в 18.00 там начнется раздача пищи Ужин для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации Не имеет дома и порой даже средств к существованию Ну, говорят же, что отцу моей тюрьмы не зарекайся И те, кто сегодня оказался на обочине жизни, возможно, в общем-то и не зарекались Вот только сложилось так, как сложилось Бездомных бродяк, как правило, видно издалека Но отношения наши сограждан к ним весьма неоднозначны Как выживают лица бомж, кто и чем им помогает Кому удается, упав на самое дно, выплатить и вернуться к нормальной жизни Какова цена этой жизни и кто за нее платит Обсудим сегодня в прямом эфире нашего нового проекта на Радио Маяк Псков Ничего лишнего Постараемся, по сути, и по существу Телефон нашей студии 62-80-30 Присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору Также у нас есть номер WhatsApp 8-900-993-0105 Можно нам задавать вопросы Можно общаться с нашими гостями Можно слушать нас в эфире Ну вот я хочу рассказать о том, с кем и где вчера провела свой вечер И так, Света Ну, на самом деле, интрига так себе Накануне сегодняшнего эфира я решила навестить территорию автовокзала Посмотреть, чем и как ужинают там, под открытым небом И, конечно, познакомиться с теми, кто туда приходит Кстати, бесплатную еду там ежедневно раздают сотрудники службы помощи «Белый цветок» Я там познакомилась с Виктором Он как раз доедал и вежливо согласился со мной пообщаться Но если описать, то это пожилой мужчина Кстати, вполне себе опрятный Он не производил впечатления человека, оказавшегося в сложной ситуации Более того, он умудрялся шутить, разговаривая со мной А речь, речь вот какая? Вот меня поразила его достаточно грамотная речь Несмотря на проблемы, видимо, с зубами Тем не менее, было слышно, что человек образованный Итак, прямо сейчас предлагаю послушать, что он рассказал о себе Пенсионер я А раньше кем работали? Раньше работал преподавателем Преподавателем чего? Учительной экономики А живете вы где? В Шкове Я на Пабрицуз То есть, у вас есть свое отдельное жилье, да? Ну, в принципе, есть Только появилось Кстати, вот этот момент Тоже ущемил или вели Создал некоторые сложности, трудности В общежитии Все время работы, как бы, деятельности трудовой Педагогической, преподавательской Ну, в общежитии Института Псковского государственного университета В общежитии, как вы поняли, экономический институт И мореходное училище Так что, в принципе, я моряк был Вот И сейчас так являюсь Как говорят, прошлых офицеров нет Там как запаса Ну, и плотская жизнь Или морская, знаете Разные там Странные Друзья И, можно сказать, это Встречи И все это, безусловно, сказалось На отрицательную жизнь Разгульно вел себя, можно сказать Блудный грех Блудные грехи совершал По молодости Неосознанно И это, в общем-то, сказалось Так, не совсем Прочной Семьи То есть у вас была семья? Была, была, безусловно Ну, тем не менее, дочка есть А, все-таки есть Все есть в Москве, да Вот Общаетесь? Общаюсь Да Общаюсь Сейчас кто-то из близких у вас есть еще? Родственников? Сейчас Сейчас есть у меня, да Сестра Печорок А здесь в Обскове Пожилого? Обскове никого нет Люди, которые здесь появляются Какие-то отношения между вами Завязываются? Вы общаетесь? Конечно, общаюсь, да В принципе Ну, контингент, вы сами понимаете Вот такой разношелся Образно говоря Вот Ну, тем не менее Люди знающие, знаете Опыт Жизненный Практически В некоторых А вот вы, исходя из своего опыта Какой самый главный вывод сделали в этой жизни? Вот что надо делать? Чего, может быть, не надо делать? О чем, может быть, пожалели в своей жизни? В части своей ошибки И каюсь, можно сказать Исповедуясь Смысл жизни Вообще-то это Не только на земле А еще нужно и думать о душе Вот Верно? Не могу совместить власти Это в какой-то мере Это не цель, конечно Но цель помогает Вот Этому смыслу Продвигаться Или Существовать Ну, вот такая история Я думаю, таких много К сожалению Эту самую историю Сейчас, я надеюсь, вместе с нами Слушала по телефону Заместитель директора Центра социального обслуживания Пскова Татьяна Андреева Татьяна Александровна Слышите нас? Да-да-да, слушаю Вот первый вопрос к вам Как бы вы прокомментировали Подобные истории? Насколько они чаще всего правдивы? Ну, я могу сказать Что работая с людьми Определенной категории Подобное мы слышим очень часто Ну вот, на ваш взгляд Подобное, неподобное Они говорят правду Или они все-таки Сочиняют какие-то Фантастические истории Обстоятельства Знаете, бывают по-разному Не все люди искренне Не всегда им удобно Рассказывать Подторонним людям О своих проблемах Тем более, что Часто сложившись В тех ситуациях В которых они оказываются Они виноваты сами И не все готовы признавать свои ошибки Ну, и в том числе Для таких людей В Пскове работает Социальная гостиница Как мы понимаем, да? Да Как давно она работает? Сколько человек вмещает? Мы работаем с 2007 года Социальная гостиница начала свое существование Сначала она существовала как социальная гостиница То есть самостоятельное учреждение А непосредственно уже с 2015 года Мы стали подразделением Центра социальной обслуживания города Пскова Сколько человек в гостинице может находиться? У нас есть Значит, мы теперь называемся отделение Стационарное отделение для лиц бомж И отделение ночного пребывания для лиц бомж То есть в нашем учреждении Два отделения Это стационарное непосредственно отделение На 10 человек 3 женских и 7 мужских мест И отделение ночного пребывания На 15 мужских мест И на 5 женских Но вот историю, которую нам рассказал Виктор Если я правильно поняла Он является одним из ваших постояльцев Потому что другого, как он сказал, общежития На Яну Фабрицу Вроде как не существует Но я тоже это слышала И тоже подумала о нас Узнаете или нет этого человека? Ну, голос знакомый Вероятно, это наш клиент Татьяна Александровна, расскажите На каких условиях люди могут остаться в социальных гостиницах? Прежде всего, конечно, туда попасть Устроиться Какие-то требования предъявляются Ну, во-первых, как таковых требований у нас нет То есть пришел человек И этого достаточно? То есть пришел человек Главное условие, что у нас все услуги носят заявительный характер То человек должен обратиться сам, самостоятельно Это достаточно, чтобы он пришел к вам? Или должен какие-то документы? Он приходит, рассказывает свою жизненную ситуацию Мы с ним обсуждаем эту ситуацию Стараемся обсудить и предложить ему пути решения Отказывать приходится? Отказывать мы можем У нас немного оснований, чтобы отказать Прежде всего, это если нет мест Ну, и что такое редко бывает Или если человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Или у него обострение какого-то психического заболевания Это все на глаз, да, вы определяете? Или просто... Нет, это мы определяем, да Как собеседование у вас, в общем На глаз у нас есть фельдшер У нас есть медицинская цитрата То есть медработники у нас есть Вот, мы их приглашаем И определяем уже Необходимость помещения человека к нам То есть, понимаете, случаи бывают разные Бывают Звонят и просят Пустите меня, меня жена пьяного из дома выгнала Бывают и такие ситуации И что, пускаете? Или с женой договариваетесь? Ну, по-моему бывает, понимаете Если это зима и мороз То, конечно, мы такого человека пустим Сограничаем И дадим ему кров Потому что по-другому нельзя А что вот предполагает Пребывание в вашей гостинице? Это вот... Есть душ? Или можно поспать просто? Или как? Вы знаете что? Спектр услуг наших... Нашего учреждения Достаточно широкий То есть, это не просто поспать Да? Вот я вам сказала При первичной беседе мы, во-первых Разговариваем С потенциальным клиентом Выясняем его проблемы И чем мы можем ему помочь Вот Оказываем содействие в получении Временного жилого помещения Да? То есть, предоставлению койко-место Обеспечиваем мягким инвентарем Постельными принадлежностями Одеждой При необходимой Обувью Помыться они могут там? А? Помыться у вас можно? И другими предметами Первого не охвативаете Если это ночлежное отделение Если это ночлежка Значит, мы выдаем человеку Направление В баню То есть, там пропарка, прожарка И санобработка А как надолго человек может оставаться В социальной гостинице? По федеральному законодательству До шести месяцев И у вас вот такие долгожители тоже есть? Или как это? Постояльцы? Опять же, все зависит от тех проблем Которые существуют у человека Приходит человек с паспортом СССР А что с дисциплиной? Постояльцы народ своеобразный, я так понимаю Как удается, может быть, ее соблюдать Или не удается? Во-первых, всех постояльцев Которые приходят к нам При решении вопроса о заселении Мы знакомы с правилами проживания То есть, человек может просто не согласиться Сказать, нет, мне это не надо Правила проживания достаточно Я не хочу сказать, что они строгие Но четкие Вот То есть, приносить спиртное Распивать спиртное Нарушать покой других клиентов Приносить острые, колющие, режущие предметы И так далее Вот это, конечно, категорически запрещено Потому что контингент у нас Довольно-таки разношерстный И может случиться всякое Ну вот, хочется узнать о результатах работы Есть примеры возвращения постояльцев Социальной гостиницы к нормальной жизни? Такие примеры у нас есть Когда приходит человек Вот совсем недавно приходит человек Освободившийся из мест лишения свободы Отсидел в местах лишения свободы В общей сложности порядка 20 лет Жилья у него в городе Пскове нет Но намерения жить и работать у него было Вот То есть он с нашей помощью Трудоустроился У него пенсия была Поднакопил себе денежек Снимает квартиру и от нас уходит Ну все понятно Спасибо большое вам, Татьяна Александровна Успехов вам в работе Благодарю вас Всего доброго, спасибо До свидания Сегодня у нас в студии Руководитель благотворительной организации Домой Алексей Павлов Здравствуйте День добрый Ну Алексей, я познакомилась с вами В первую очередь по странице ВКонтакте Прежде чем пригласить вас Конечно же я не поленилась и изучила Первое, что привлекает, конечно Это девиз Который звучит у вас следующим образом Наша цель Помочь человеку вернуться в общество Если я не ошибаюсь Если у вас написана правда То вы начали работать еще в июне 2020 года Расскажите, что за этот год удалось сделать Мы начали работать, да Совершенно верно в июне 2020 года В разгар пандемии С другим проектом В качестве волонтеров О горящем кормлении Который сейчас вы как озвучили в начале эфира Каждый вечер в 18.00 Каждый человек может прийти и покушать Вот В дальнейшем мы стали развиваться И решили открыть реабилитационный центр По возвращению людей в общество Как и звучит в эфире Вот этот реабилитационный центр Это еще планы Или это уже современная действительность? Нет, это планы, конечно И очень много работы Сейчас мы прошли обучение Как это вообще делать и возвращать Дорожные карты Будет в случае набор Набор очень знакомых слов Дорожные карты Обучение Давайте ближе к земле нашей грешной Давайте Расскажите, на какие средства существует организация? Сейчас Как сказать Сейчас мы молодая организация Заново создающаяся Не отделившаяся А росток Который от дерева Белый цветок Как поэтично вы рассказываете о том Что вы часть другой организации Которая пошла своим путем У вас есть другие задачи Правильно? У нас совсем другие задачи начали Вот о них можно? Да, возникла идея То есть, когда мы кормили людей Я как волонтер и как координатор И выезжал на точки Кормил, общался с тем же самым Как говорится, Виктор Но это не Виктор Это Вальдемар Алексеевич Вы с ним тоже знакомы? Да, конечно Я с ним общался Тогда расскажите, что вы о нем знаете О нем я знаю, что это доцент кафедры экономики Псков-ГУ И раньше, я не знаю, как точно назывался Монограммы в Европе выпускаились Ему сотрудники из европейских университетов писали И он как-то выпускал Там переводил На несколько языков переводил Очень культурный мужчина В общем, это все правда Да, это правда И ничего кроме правды И, как сказали правильно Многие люди бездомные Они не выглядят типично, как говорят, бомж Это такие же люди Как я понимаю, вы говорите, что Одной кормежки вам показалось, наверное, маловато У вас цель другая Да, совершенно верно Да, кормись Это точка входа В дальнейшую реабилитацию человека Извините, что, может, заучен Но так это и звучит Точка входа Дальше надо человека Как-то разорвать его Как я говорю Колесо, не знаю, сансары Или как это назвать Человеку надо устроиться на работу Чтобы помыться А чтобы устроиться на работу Он должен быть чистым И этот круг Он постоянно не может разорваться Сейчас мы ищем помещение Переведем переговоры с Куги и с Куми О предоставлении помещения Там мы совместно с федеральной сетью Договорились Не буду сейчас спойлерить Какой Мы будем отремонтируем Мы сделаем душевые Будет Помывочная Постирочная Человек может пока Стирается его белье И сушит Получить консультацию У соцработника А он что должен? Вот человек Которому вы все это предоставляете Ничего не должен Он просто должен Быть трезвый Просто хотя бы на взгляд И запахи есть Если вот этот весь процесс начинается Вы ему помогаете А человек вновь возвращается Например, начинает употреблять алкоголь Тогда вы расстаете Мы расстаемся, но потом Когда у него придет сознание Он может снова прийти Потому что у человека Есть много шансов И то же самое Наша философия Что все мы одинаковые Поэтому шанс всегда Нужно давать любому человеку Ну вот вы планируете Открыть реабилитационный центр Насколько мне известно Недавно была Ну не как давно Относительно Озвучена идея Организации ночлежки Вроде как мест не хватает На труда 21 Ну там и финансовые Какие-то проблемы возникли Организация Это пока Приостановилось При этом вроде как Недовольны соседи В том доме Где планируется Открыться ночлежка Ну это опять же Стереотип Ну хотите я могу Рассказать по поводу соседей Как им повезло бы Если бы была там ночлежка Да И как бы Ну вот убедите наших слушателей Что на самом деле Такое соседство Может быть даже полезно Ну во-первых Там везде В сто процентов Где и мы будем И Труда 21 Если бы там Организовалось Было бы видеонаблюдение Насколько я знаю Тут труда 21 Не самый элитарный дом И Вот И все бы наблюдалось Плюс сотрудничество с полицией В любом случае Когда что-то организуется Сотрудничество с полицией Плюс Люди которые Как называют бомжами Да Они туда приходят Не пить Не распивать У нас там Не ресторан Собирается открываться Туда люди будут приходить Которым нужна Нужна помощь И Те же самые люди Местные жители Которые находятся На грани бездомности Это Потеря работы Потеря документов И Потеря социальных связей Они могут тоже обратиться Это так Мы работаем не только Тот кто уже Мы работаем Хотим предотвращать То есть работать Не со следствием А с причиной А чем вы отличаетесь От центра реабилитационного С которым Вот с Татьяной Александровной Мы разговаривали Ну Сейчас мы ничем не отличаемся Потому что У нас пока еще нет Они очень сильно отличаются Потому что Реабилитационного центра Просто еще нет Поэтому тут пока Размития Мне кажется Рано Но цель какая У нас есть старшие друзья Точляшка Они работают уже 30 лет Она так и называется Ночляшка Организация Можно погуглить В Москве Оскрыли филиал Это полное сопровождение Человек может мыться Стираться Жить на территории Это можно долго рассказывать И устраиваться на работу То есть Полный спектр Да Полностью возвращать человека В общество Ну вот Меня заинтересовал еще формат Которым вы в интернете Например Вы ходите В частности Не знаю Насколько Самим лицам бомж Это интересно И доступно Но для нас Простых смертных Возможно Итак Размещено что На странице у вас Какая информация Новая лекция О бездомных В древности О людях Лишившихся защиты Своих богов И изгнанных Из общества Смотрите Если брать В контексте Название Это одно А если брать В общем Это доктор Исторических наук Да я знаю Автора Я попыталась послушать Но вот это Вводное С благодарностями Спасибо Одним Спасибо другим Часовой файл А часовой Да там 53 минуты Еще там Файлы были другие Следующая Игра К дню бездомного человека Смотрите Это обратите внимание Я просто Можно Да По очередности Вы теперь просто Не дадите мне договорить А нет Извините Все да Говорите Итак Условия какие Вы переезжали в другой город Но оказались на улице Попробуйте продержаться Как можно дольше Вы сами в эту игру играли? Да Я не продержался Как Надолго Сливался Там на конфликте С бездомными Лен А как думаешь Сколько продержалось Ты и стала бы В такую игру играть В принципе А я не знаю Мне кажется Я человек азарт Но мне кажется Может быть Я бы и продержалась Смотря какие условия Вопрос для кого Эта игра И для чего Она нужна Это обратите В бездомность То есть В такой форме Мы обращаемся К гражданам Что каждый может оказаться Как тяжело Человеку находится Там есть Располагалась Не игра А история Как оказался человек И как пришел В ночлежку Вот И их надо послушать Как это получилось Как переездили Это уже другая история Вы обратили внимание Бездомный баннер Скитается по разным адресам Как и тысячи бездомных Москвы и Петербурга Пройдите вместе с ними Путь с улицы И узнаете реальные истории Реальных людей Слушайте Мне кажется Здесь какой-то приобретает Достаточно веселый И оптимистичный И развлекательный И развлекательный Да Я про методы Нет-нет Это методы современные То есть Если мы будем писать Вот мы такие-то Помогите нам Пожалуйста Мы не Выпрашивать жалость Вот дайте нам денег Мы конечно же Что-то создадим Нет Мы хотим Как еще раз сказал С причиной И чтобы люди Обращали внимание На бездомных На своих друзей Там тоже есть У меня была Развращена запись 9 причин Как разопознать В вашем друге Будущего бездомного То есть Есть причины Признаки Целосистема В общем Да Ну это В общем Это современный подход Обратить на тему бездомности Она не очень популярна Как я уже говорил Кошечкам, собачкам И детям Жертвуют всегда Люди бездомные Сами виноваты Но к сожалению И к счастью Это и не так Люди не сами виноваты Ну не могу конечно Не согласиться С другой стороны У вас На странице Вконтакте Нет столь популярных Результатов Итогов Работы Какие-то накормленные Бездомные Там счастливые Бабушки Дедушки Ни одной Это принципиальная позиция Или же Это вот случайность На старте Я вот Да Как и прокомментирую То есть Моя благотворительность Имеется ввиду Работа с бездомными Началась Немного в другом проекте И это современный Следующий шаг В нашем городе Чтобы Бороться с бездомностью Пока у нас нет фидбэка Такого бэкграунда Чтобы мы Выложили Все Ну что ж Я предлагаю Продолжить И вот к современности Недавно В Москве Состоялся Форум региональных Организаций Помощи бездомным Вы были участниками О чем говорили Что нового узнали Опять методы Форумы Привлечения внимания Или какие-то Конкретные схемы Предлагаются Там было обсуждение Вообще Что происходило За этот год Каждый год Это проводится Как люди Делились опытом Потому что Это очень интересно Люди были Сыктывкара Суфей Челябинска С Озерска С маленьких городов И как это можно Применять Потому что Очень много вопросов Кажется Что в маленьком городе Как Псков Это невозможно Есть город Киров Например И Озерск Который гораздо меньше Нашего города И успешно работают Проекты И собирают деньги На Как его реализуют То есть это Прочечное Душевное Душевое И чей опыт Вы собираетесь Реализовать Псковскую область Это Санкт-Петербург В первую очередь Как я понимаю Нет? Да Это ночлежка Которая работает 30 лет Начиная Когда 90-е начались С 90-го года Они вот так же Не знаю Кризис был глубокий Экономический Они начали кормить Так и у нас получается Дальше будем развиваться Хотим со всеми Знакомиться И общаться А реальные сроки Какие вы видите? Реальные сроки Чего? Реализация вашего проекта Чтобы Ну вот когда у нас Появится реализационный центр И может быть Не станет бездомных Не станет бездомных Это при коммунизме Наверное Не знаю Так шутка Я даже испугалась Неужели мы историю Вспять будем поворачивать? Это шутка Может быть Не очень удачная Ну хотя бы с центром Смотрите Ближайший год Планирую Со своим коллегой Все-таки Открыть Прачечную И душевую Ну что ж Вам удачи Спасибо С успехом Вашему проекту Продолжаем Ну вот очевидно Что одной из причин Появления бездомных На улицах городов Называют Урбанизацию И обнищание населения С этой проблемой Борются разными способами Как помогают людям Оказавшимся в сложной Жизненной ситуации За рубежом Узнал Валерий Гусев В немецком городе Ульме Установили специальные Капсулы Так называемые Ульмер Нест Или Ульмские гнезда Позволяющие Бездомным Пережить холода Капсулы Полностью автономные Дают людям Ночлег в любую непогоду Это муниципальный проект Устройство имеет Деревянный каркас И хорошо утеплено А также оборудовано Изоляционным слоем Препятствующим Проникновению Внутрь влаги Находящиеся в капсулах Люди могут общаться Друг с другом При помощи радиосвязи Также капсула Связана с социальным Работником Который в случае Необходимости Способен оказать Помощь бездомным Система сигнализирует О нахождении Внутри капсулы Известно, что Чаще всего Бездомные Добывают себе Деньги на жизнь Сбором алюминиевых банок Для того, чтобы Помочь им в этом Занятии В Осло И Копенгогене Установлены Специальные урны С держателями Для банок Чтобы бездомным Не приходилось Рыться в мусоре А можно было Аккуратно Взять банку Из держателя И сдать ее В пункт приема В глазах норвежцев И датчан Бомж Это не грязный Заросший и бухой Человек в лохмотьях От которого воняет А профессионал Который помогает Им сортировать мусор Также в европейских Северных странах Существуют В метро Комплексы Где снизу Есть полка Для банок И бутылок А сверху Для газет И журналов В Америке Неприлично Смотреть на бездомных С высока А принято Относиться к ним С уважением И заботой Например В Калифорнии Часто можно Наблюдать картину Как прохожий Присаживается рядом С уличным жителем И ведет Светскую беседу Существуют Специальные Палаточные лагеря В таких палатках Могут стоять Телевизоры Компьютеры И другая Недешевая техника Многие бомжи Обеспечены работой И в состоянии Снимать себе квартиры Но выбирают Ночлежки В которых можно Помыться Отдохнуть И поесть Бесплатно Кроме того Американские бомжи Получают пособия По безработице Около тысячи долларов В месяц В Австралии Процент бездомных Составляет Один процент От всего населения И кстати Большую часть Составляют молодые люди В возрасте До девятнадцати лет Для них существует Целая бесплатная сеть Которая включает в себя Парикмахерские Прачечные Кафе И ночлежки В Японии Быть бомжом Стиль жизни У японских бездомных Есть свое кредо Они не занимаются Воровством Не спорят с полицейскими И вообще относятся К окружающим С уважением Кроме того Редко встретишь Японского бомжа Который занимается Попрошайничеством Это не в почете Ну вот такая минутка У нас полезная информация Возвращаемся мы К разговору Напоминаем Телефон нашего Прямого эфира 62 80 30 Уважаемые радиослушатели Есть возможность Также Внести какие-то Свои комментарии Задать вопрос нашим гостям Кстати И поделиться опытом Можно Кто-то оказывал помощь Или сам оказался В сложной ситуации Как из нее выпутывался И кто помогал Звоните Рассказывайте Ну вот как мы слышали Вот в такой сюжете Нашем Да Идея сбора Про питание Про еду Про различные технологические Такие новшества Которых В первую очередь Задача помощи Бездомным А вообще Идея сбора И распределения еды Между малоимущими Она не новая Ей более 50 лет Может быть даже и больше Первый подобный Некоммерческий банк Появился в конце 60-х годов В Америке А сейчас таких организаций В мире около 300 И первый Единственный проект В России Фонд продовольствия Русь Появился в 2012 году Организация принимает Излишки Производства Продовольственных компаний И распределяет Ими их Между нуждающимися И вот сегодня У нас директор Регионального отделения Благотворительного фонда Русь Олеся Михайловна Михачева В студии Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Олеся Михайловна Расскажите пожалуйста Вот Все-таки Давайте по направленности Вот основная Ваша целевая аудитория Я так понимаю У нас в регионе Фонд Русь Появился сравнительно недавно Да У нас региональное отделение Открылось в сентябре месяце И целевая аудитория Это естественно Малообеспеченные семьи С детьми От одного ребенка И одиноко проживающие пенсионеры С маленькой пенсией То есть вы не касаетесь Темы бездомных Вы несколько на другие Целевые аудитории Да Да Бездомные К нам не относятся Почему выбран был Именно Псков Какая-то аналитика Проходит До этого Почему выбирает Или регион там С самым низким Уровнем жизни Или территориально Легкоуправляемый Нет Просто когда Началась пандемия Фонд Начал открывать Так Активно Региональное отделение В связи с тем Что потребовалось Требовалась помощь людям Определенных категорий Многие потеряли работу Так как раньше фонд Как правило работал На каких-то некоммерческих организациях Передавал продукты питания А потом это все доходило до семей Сейчас открываются отделения И просто открылось отделение В Санкт-Петербурге В Карелии То есть СЗФО И Псков Он вошел в этот состав Такая сеть Надо сказать Что открытие фонда Русь Я помню Мы делали новости В сентябре совпало С таким всплеском Ковида Пандемии Это как бы Ну так вот Что-то Неспроста Может быть не зря И поддержку люди получали Достаточно хорошую Скажите А вот как вы ищите Спонсоров Меценатов Тех кто помогает Фонду Русь И всегда ли они С удовольствием откликаются Или какие-то Может быть компании Говорят что Ну нет Нам это Неинтересно Не выгодно Ну Как мы называем их Которые спускают Продовольствие на фонд Постоянные Да Это постоянные доноры Которые Которые присылают нам Продукты Да Для распределения Но естественно В регионе Мы должны искать Своих Благотворителей Которые будут нам помогать В связи с тем Что в период пандемии Бизнес немножко просел И поэтому Возникает Некоторый ряд трудностей Но могу отметить Что наш бизнес Очень хорошо отрекается Это и Это все таки бизнес Да Это бизнес Да Откликаются Предприниматели Организации Помогают нам транспортом Ну Помогают тем Чем могут На данный момент А сколько Вот сколько у вас Подопечных Сколько семей Вот Какому количеству людей Вы помогаете У нас сейчас идет Заполнение анкет Электронных Для того чтобы люди Регулярно получали помощь И мы видели Что действительно По документам Они нуждаются Либо если они не проходят По документам Это надо Подтверждение расходов Отвлечение ипотеки То есть Сейчас на данный момент У нас обработанных Анкет в районе Четырехсот Но Каждая выдача У нас закрывает Где-то в районе Две с половиной Три тысячи Вот если сейчас Из тех кто нас слышит Нуждается в помощи Как обратиться Как стать участником Этого проекта И получать помощь Что надо сделать В первую очередь И потом В первую очередь Есть группа Вконтакте Фонд Русь Псков Естественно Можно написать В сообщении Группы Есть контактный номер Целефона Работника Не всегда У нас есть Сейчас немножко Приостановлено Продовольствие Поставки Но Мы стараемся Помочь И подключаем Другие организации Подключаем Социальную защиту Подключаем Ресурсные центры Добровольчества Если у нас На данный момент В обращении Граждан Нет каких-то продуктов Мы подключаем Другие организации То есть как бы Мы работаем вместе И в связке И это Приводит к хорошему результату Но вот Есть мнение Что Наш бизнес И некоторые предприятия Таким образом избавляются От просроченных продуктов Так это или нет Нет Это совсем не так Это Немножко другая Система работы Да Есть продукты Которые подходят Сроки годности И Естественно Это продукты Для непосредственного Употребления Не для хранения То есть Получатели у нас Получили Съели И Ждут следующего получения Также есть Продукты Которые спускают Доноры Со сроком Годности И полгода Это не всегда Подходящие сроки Ну Мы И фонд То есть Называется Мы спасаем еду Мы спасаем Для того Чтобы она не шла На утилизацию Мы ее распределяем И распределяем Сроки Просроченных продуктов Нет Никогда Мы не раздавали Продовольственные Марафоны Даже пройдут Да У вас информация Есть в социальных сетях Корзина доброты Это в Пскове Расскажите о них Да С крупными Сетевыми Магазинами 22 23 И 24 Апреля Пройдет Корзина доброты В которой Могут Поучаствовать Все граждане Нашего города Положить продукты С хорошим сроком Годности Нескоропортящие Бытовую химию И таким образом Принять участие После чего Мы эти продукты Соберем И сформируем Наборы Для малообеспеченных Семей И пенсионеров Но ведь идея Такая вот Не нова Мне кажется Многие у нас Уже благотворительные Организации И просто неравнодушные Граждане Они проводили Подобные акции Это будет такое Нечто масштабнее Или вот как Нет Это Марафон Который проводится Он начал проводиться Первый То есть начнем с того Что другие организации Просто Они просто ставили Например корзинки Или вот устанавливали Какие-то Такого формата корзины И такого формата Марафоны проводится С самого основания фонда Поэтому мы Это фонд Наш фонд Он один из первых Кто начал Собирать продукты Питания Была у нас такая Свет Наверное Ты тоже помнишь А Воська Доброты Например Тоже собирали Еще что-то подобное Это все было Мне кажется Разовыми акциями Собрали И вот Итоги Эти акции Не знаю Раз хоть кто-нибудь Подвел Или нет Но я честно говоря О них не слышала Ну мы просто знаем Что они проводятся А вы общаетесь С какими-то организациями Еще Мы общаемся В смысле с НКО Ну да С благотворительными Да С благотворительными Организациями Мы общаемся Это служба помощи Белый цветок Который нам помогал В раздаче Это естественно Благотворительный фонд Крыша над головой По стругам красным Они участвуют У нас гости есть Позже представим Они участвуют Как волонтеры В раздаче Тоже помогают То есть У нас есть приходы Которые сейчас Подключаются И на базе Приходу Будет организована Раздача С ними сотрудничать Да Ну потихонечку Мы Ну вот о том Как пытаются Накормить всех Оказавшихся В сложной жизненной ситуации Надеюсь Нам сейчас расскажет И куратор проекта Добродомик В Пскове Ирина Шкель Она с нами На связи По телефону Ирина Добрый вечер Слышите нас Добрый вечер Да Слушаю вас Ну вот Основная деятельность Которой занимается Ваш проект Это Благодарные обеды Для пенсионеров Ветеранов И блокадников Да Вот там У этого проекта Есть какая-то Интересная особая история Можете ее рассказать? Да В конце 17-го года В Санкт-Петербурге В кафе Вот К основателю Нашего фонда Пришел пожилой Мужчина Пообедать Вот И Хозяевам кафе Стало неудобно Брать с него Плату Они решили Его угостить Вот Угостили Придумали такую акцию Чтобы его не обижать Что это Благодарность Что это Всем Как бы пожилым людям Предоставляется обед И вот с этого Все началось Как бы Появилась такая идея И появился Буквально там Через год Появился уже Добродомик И стал кормить Пожилых людей Которые приходят у него Но вот эта история Произошла в Петербурге А в каком формате Работаете на территории Пскова? Сейчас мы Только начинаем Буквально Вот Мы начали свою деятельность В начале апреля Только-только Мы сейчас еще Собираем информацию Ищем инвесторов Волонтеров Вообще Людей Которые захотят Помогать Нам Поддержать Наша цель Открыть В будущем Такое же Доброкафе Где люди Пожилые Смогут приходить Обедать Бесплатно Вот Но Это многое Требует Средств То есть К этому Мы придем Со временем Сейчас В первую очередь Мы хотим Запустить Добродоставку Продуктов Вот На этом этапе Какие помощники Вам нужны? Ну Нам нужны Инвесторы Партнеры То есть Для того Чтобы собирать Эти продуктовые Наборы Волонтеры Которые Будут Помогать Нам А с кем Сотрудничать С какими Организациями Вы сейчас Контакты Уже есть Какие-то Налаженные? Нет Налаженных Нет Мы пока Знакомимся Все узнаем Что у нас И как Что у нас Есть В школе Ну что ж Спасибо вам большое Надеемся Успешным Будет ваш проект Мы сегодня Несколько Таких благотворительных Организаций Как бы Сотруднены На эфире И знаешь Очень прекрасно Все стараются Накормить Да Накормить Накормить Но вот Чуть попозже Мы обсудим Что же на самом деле Надо Тем Кто оказался В непростой ситуации Ирина Благодарим Прощаемся Всего доброго Спасибо До свидания Продолжаем Наш разговор Сегодня с представителем Фонда Русь В студии Ну а также Благотворительный фонд Крыша над головой Максим Валентинович Лисин И Юлия Лисина На студии Здравствуйте Здравствуйте Расскажите пожалуйста О вашем проекте Мне показалось Он уникальный тем Что открывается Не в Пскове Как вот Все остальные Не в региональном центре А именно В строгах красных Почему именно там Район Нужен ли он там Да Благотворительностью Мы занимаемся С 2008 года Когда мы впервые Попробовали Помочь людям Мы Собирали одежду Для пострадавших В Осетии И вот с тех пор В той или иной форме Мы постоянно собирали Вещи Еду И распределяли Ее Ну в общем то Как многие организации Но при этом Мы организации Не являлись Мы был круг единомышленников Просто волонтеры Скажем так Да Волонтеры На самообеспечении То есть мы не привлекали Никаких средств Что сами могли Объехать Собрать Купить То и распределяли Получалось это Не всегда удачно Потому что Помочь хочется Гораздо больше Чем есть такая возможность И поэтому Когда Нам предложили У нас не было Такой мысли Регистрировать Благотворительный фонд Нам предложили В администрации Псковской области Сказали Ребята мы знаем Про вашу деятельность Которую вы ведете Не хотите ли Зарегистрировать Благотворительный фонд Для того чтобы И деятельность свою Масштабировать И в общем то Чтобы возможности Расширились Мы это сделали Мы это сделали Назвали нашу организацию Крыша над головой Благотворительный фонд Помощи людям Попавшим в сложенную Жизненную ситуацию Это как вот гостиница Социальная С представителем Которых мы сегодня говорили Псковских Да Или вот это вот как Это Центр Помощи человеку Попавшую в трудную Жизненную ситуацию С возможностью Временного проживания То есть Погорелец Погорелец Человек Который теряет Не только крышу Над головой Которому надо все От ложки до шкафа Документы Документы То есть Несомненно Мы предполагаем Оказывать Нашим Подопечным Я иначе не могу назвать Это не гости Не клиенты Это именно подопечные Минимальную Юридическую Психологическую Помощь Ну вот Если учесть Что это появляется В Строго-Красненском районе Почему именно там Там особо сложная Обстановка какая-то Нет Все очень просто Помещение просто есть И помещение есть Просто мы Четыре года назад Переехали из Санкт-Петербурга С семьей жить В Строге-Красной А помогать людям Надо не где-то далеко А вокруг себя Это намного проще И намного эффективнее И люди с большим доверием Относятся К благотворительной деятельности Когда они видят Что этим занимается Не кто-то где-то А твой сосед И когда все видят Результаты этого Вот вы знаете Хочу немножечко Просмотреть нашу беседу У нас есть опрос В социальных сетях ВКонтакте Здесь вопрос Как задан При встрече с лицами Без определенного места жительства Как вы себя поведете Мы подведем итоги попозже Здесь идут комментарии у нас Просто хотелось бы Один сочетать Пишет нам Виталий Послушайте У городских бомжей Хотя и есть ночлежки А сколько людей в деревнях живет Хуже чем бомжи Без дров Без пенсии Без работы Только пьют Всегда интересует вопрос Вот с чего И вот действительно О них некому позаботиться Или это тоже Как бы их право жить И мы не должны вмешаться Здесь целая дискуссия идет У нас под постом Вот Ну в общем Суть такая Что люди в деревнях В маленьких городах В районах Им нужна помощь И как мне кажется Нужна не меньше чем в Пскове Может быть даже больше Может быть даже больше Особенно таким категориям Как Жертвы домашнего насилия Для помощи которых Не в последнюю очередь Будет предназначен наш центр Что Женщина бы убежала Да ей некуда Ну как же У нас же есть Разного рода Женские социальные центры Ну как минимум В Пскове точно есть В Стругокрасненском районе Ничего подобного нет И там человек Остается один на один Со своей проблемой А мы хотели Чтобы знал человек Что есть куда обратиться Есть кто поможет Может и защитит А для бездомных Ваши двери тоже открыты Собственно Для вот этой группы Населения Накормить Накормим Так Обувь дадим Одежду дадим Для размещения лиц Без определенного Места жительства Надо соблюдать Определенные Юридические формальности Которые мы вряд ли сможем Без тесного сотрудничества С органами власти Осуществлять Человек без паспорта Ну Как мы можем его поселить Если здесь Вот Семья Погорельцев живет Ну вот на самом деле Если верить статистике Погорельцы Это минимальная категория Которая оказывается В безвыходной ситуации Им всегда кто-то Где-то готов помочь Сложнее им кажется Все-таки Тем кто Ну в силу разных Каких-то причин Других Например Переехал в поисках работы Вот опять же Эксперты Эту проблему называют Самую большую Переехал в город Побольше Ну даже например Если из струк Вопсков Здесь что-то Не сложилось Обратно не уехать Затерялся На улицах И в общем-то Уже Опустился на дно Вот таких людей У нас Все-таки Мне кажется Большое количество Но если в Стругокрасинском районе По месту нашей деятельности Встретятся такие люди Которые приехали Гипотетически К нам на работу И остались без документов Без денег На улице Конечно мы окажем Какую-то помощь Которая в наших силах Возможно Не получает Я обратила внимание На тот факт Что большинство Тех кто пришли Достаточно молодого возраста До 30 Несмотря на Особенности Их внешнего вида Почему и родилось Предположение Приехали Попытались Устроиться Не устроились Обратно Стыдно вернуться Неудобно Некуда Да Вот На ваш взгляд Таких людей Стоит адаптировать Например Вот на территории Областного центра Или возвращать Струги Великие Луки Таким образом Таким людям Вы каким-то образом Сможете помогать Я думаю Мое личное мнение Надо возвращать Туда откуда он приехал Потому что там у него Хотя бы крыша над головой есть Угу Ну крыша над головой есть И в стругах красных Теперь есть Теперь есть А на какой стадии Уже ваш проект реализуется? У нас есть здание Уже работаете вы? Нет Мы работаем Как кризисный центр Мы пока не работаем Мы работаем В разных направлениях Мы сотрудничаем Вот с Олесей Михайловной С фондом Русь Мы осуществляем Так скажем Непосредственную доставку Вот этих продуктов питания Уже до потребителей Тоже как волонтеры вы? Да, конечно Как волонтеры Непосредственно у нас По анкетам В районе 70 семей У нас есть Отличная ежегодная акция Когда люди могут С нашей помощью Поздравить детей Из малообеспеченных семей Мы ездим по глухим деревням Мы собираем подарки В прошлом году Мы 200 подарков раздали Развезли В общем-то Это тоже от благотворителей От людей Которые хотят Хоть как-то что-то помогать И детишек порадовать Вещи Собираем Раздаем И Если есть у меня Еще одна минуточка Я вот Свою концепцию Как я вижу Нашу деятельность Хочу Донести Может кому-то Это будет интересно Мы не замахиваемся На глобальные дела Центр Мы его построим Мы его построим Не завтра Мы его построим Послезавтра Мы его построим Потом Но сейчас Сейчас Для того Чтобы деятельность Наша была Действительно И заметна И людям Хотелось Не участвовать Мы выбрали Тактику Маленьких дел Образно говоря У Бабы Мани Далеко до колодца Ходить 300 метров Мы выроем колодец Поближе Мы соберем На этот колодец Деньги Это невеликие суммы Мы соберем Волонтеров И выроем колодец Людям будет видно Куда идут их деньги Куда идут трудовые ресурсы Где работают волонтеры И это то Что останется надолго И будет помогать людям Это маленькое дело Как тимуровцы Как тимура его команда Хорошо Максим Можно к началу разговора Вернусь И задам вопрос Не вам А вот вашей жене Юлии Скажите Вы приехали из Питера Приехали из Труги Красной Маленький там Какой-то поселок Совершенно Юлия Зачем вам это все Зачем вам эта благотворительность Мне кажется Такой вопрос Актуальный для многих волонтеров Зачем этим всем заниматься Меня уже последний час Этот вопрос мучает И тратить свое время Силы Жизнь Можно сказать Слушайте Но мы занимаемся этим Раньше Раньше того Как приехали в Струги Красной И жить Это наверное Потребность души какая-то Это уже ваш такой образ жизни? Ну наверное Но мы Максим сказал Что с 2008 года Этим занимаемся Мало Много Ну когда как Это уже часть нашей жизни Но это же отнимает Много времени Семейной жизни Мы могли бы провести Может быть Приятнее Интереснее И в другом обществе Вы знаете Мы с моим мужем 24 часа в сутки вместе В течение 25 лет И нам на все время хватает Никогда не хотелось Бросить Не всегда же ведь отдача Позитивная Благодарность Бывают же моменты какие-то Когда мне кажется Руки так спускаются Ну конечно Бывают такие моменты Но просто на этот период Деятельность Немножко подтихает Дел добрых меньше Выбивают из колеи Например Неблагодарные какие-то люди Конечно Если такие бывают 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 люди неблагодарные Бывают Приходится сталкиваться С разными проявлениями Совершенно неожиданными Вплоть до агрессии То есть Ну Если на это обращать внимание То лучше вообще ничего не делать Или когда даешь что-то А вам говорят Это не то Это недостаточно Там что-то прекрасное Нет не так Сегодня Мы дали Нас поблагодарили А завтра Говорят давайте еще А завтра Не заметили Как должное приняли А послезавтра Пришли и ногой в дверь стучат Говорят где И вот тут мне кажется Подходим к такому главному вопросу Когда надо задуматься о том Что мы даем рыбу или удочку Этим всем людям Нуждающимся И бездомным людям И погорельцам И прочим Которые привыкают К такой поддержке Благотворительной Которые кажутся Ну вот она рядом Здесь столько фонда Столько организаций Ну возьми Обратись сюда 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 Везде помогут И люди к этому Нас так уже вот Ну привыкли Что еду дадут И помоют И причешут И погладят И документы выправят Не расхолаживаем Вот мы Вот такой благотворительности Людей Что ли Тем ли путем идем Может и расхолаживаем Но не в наших силах Раздавать удочки Мы можем только накормить Удочки раздавать Это ну Это не наш масштаб Мы просто не можем Мы делаем то что мы можем То что вот видим И мы уже перестали разбираться Обращать внимание А достоин ли этот человек Помощи А есть ли у него все справки О том что он такой нуждается Если человек пришел И просит еду Значит он уже нуждается Вряд ли какие-то мошеннические У него в этом Мысли в голове появляются Олеся Как вы считаете Фонд Русь Продукты питания Раздаются тоже В том числе Как думаете Нужно ли это Или надо учить Людей зарабатывать Мне кажется Перебью вас Олеся Развучала замечательная Фраза Мы в первую очередь Спасаем продукты То есть человек выступает В данной ситуации Как спасатель продуктов Потребитель Ну не только Да То есть все равно Люди приходят И у нас достаточно Уже большое количество Получателей Им действительно нужна Помощь Как вот Максим заметил Что ну не придут Не будут стоять часами Ждать когда их накормят Да если им не надо Вот я не пойду И не буду стоять Ну значит если стоять Значит надо Действительно Помощь нужна Потому что в период пандемии Очень многие остались без работы Поэтому мы делаем то Что мы можем И на данном этапе Работы фонда Планируется расширение Поступления продукции В область И это хотелось бы Чтобы доходило Именно до районов До деревень Потому что там действительно Нужна помощь Продуктовая Ну что ж У нас остается Совсем немного времени Елена предлагаю Прочитать еще Несколько комментариев Наиболее интересных И конечно же Подвести итоги Нашего вопроса Вопрос у нас Был задан такой При встрече с лицами Безопределенного Место жительства Как вы себя поведете Вот нам пишут В комментариях Хочу узнать о причинах Испытываю желание помочь Вызываю полицию Если это необходимо Или же Это их образ жизни Их право Если они не привлекают Мое внимание То ничего из вышеперечисленного В общем-то Вот Ну и тоже здесь Соглашаются Второй собеседник Каждый выбирает для себя Свой образ жизни Это тут на минуточку О сочувствии Какое-то Ну для некоторых Это действительно Становится приемлемый Образ жизни Как говорится И больше меняет жизни Не надо ничего Да И вот ответ Какие у нас Сразу скажу Самый популярный Боюсь Асоциального поведения Этих лиц Безопределенного Места жительства 57 почти Ответили Процентов Наших Респондентов Больше половины Боится То есть Самая агрессия Вероятно О которой По 13% Испытываю желание Помочь И хочу узнать О причинах 17% С бомжами С лицами Безопределенного Места жительства Не встречаюсь 17% не видят Этих людей Ну вот они Или с закрытыми глазами Ходят Или какими-то Другими улицами Наверное Все-таки Ну да Или я под впечатлением От вчерашнего автовокзала Может быть И 17% Боюсь заразиться Какой-нибудь страшной болезнью Такой тоже вариант У нас есть Как вам такие Итоги Наши вопросы Гости дорогие И вот по поводу Болезни Вы работая С такими людьми Не боитесь этого Мы не боимся Я могу отметить Что у меня В команде Есть волонтеры Которые Очень сильно Хотят именно Кормить людей Без определенного Места жительства Подключаются К белому цветку Вот просто Все что касаемо С такими людьми У некоторых ребят Просто Да У молодежи Просто глаза горят И они просят Давайте что-нибудь Делаем Какой-нибудь проект Напишем Чтобы мы тоже Так кормили То есть Вот у молодежи Есть отклик И с одной стороны Это не может не радовать А у нас действительно Стало меньше Вот таких людей На улицах Или нам так только кажется По сравнению Например с 90 Мне кажется Тогда было совсем иначе Максим Конечно с 90 Нельзя сравнивать Сегодня совершенно Небо и земля Конечно небо и земля И если в 90 Действительно на улице Люди оказывались Вдруг В результате Мошенничества Или что-то Это было массово То сегодня нет Сегодня как мне кажется В основном люди на улицах Это люди сознательно Сделавшие свой выбор Это не жертва обстоятельств В большинстве своем Это Ну люди решили Что вот так Нужно ли их вытаскивать Из этой жизни Не уверен Не уверен Нет ответа у нас Ну что ж Я думаю на этом Мы закончим Сегодняшний эфир Поскольку вопрос Так или иначе Повисает в воздухе Помогать Как относиться к этим людям Каждый решает сам Благодарим наших гостей За участие в эфире Благодарим наших радиослушателей Мы с вами прощаемся Светлана Васильева И Елена Яковлева Хорошего вечера До свидания Редактор субтитров А.Семкин